Воздадим Богу аплодисменты Так же и мир вам! И я сегодня хочу говорить с вами, знаете, на такую очень интересную тему. Вот, когда читаешь Евангелие от Матфея, там, 5, 6, 7 глава, вот целых три главы Матфей записал самую длинную проповедь Господа нашего Иисуса Христа. Мы называем ее Нагорной проповедью. И, знаете, я вот, когда читал эту проповедь, в очередной раз, знаете, меня зацепили два стиха в 7 главе, 22 и 23. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не твоего ли имени мы пророчествовали, и не твоим ли именем бесов изгоняли? Не твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие безаконие. Интересно, как вы думаете, почему Господь сказал такие слова этим людям? Что с ними было не так? Братья и сестры, вот уже 2000 лет мы живем с вами в особенное время, время благодати, когда Дух Божий, Дух Святой здесь, на земле. Это время характеризуется тем, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Не важно, сколько грехов ты совершил в жизни, не важно, какие ты совершил грехи, Абсолютно всякий человек, кто искренне призовет имя Божье в свою жизнь, получает прощение и спасение. Небеса открыты для всех. Знаете, вот мы приходим к Богу, хорошо это случилось, мы покаялись, и возникает вопрос, а что дальше? Вот такой вопрос у меня был, когда я покаялся, через несколько дней, мне дали телефон, сказали, вот встреться с служителем, он будет помогать тебе, вам надо подружиться. И, знаете, это первый вопрос, который я задал ему, а что мне делать дальше? Когда я стал изучать Писание, это было позже, я вдруг увидел, что этот вопрос вообще-то не праздный. Знаете, ученики спрашивали у Иисуса, какое дело наше? Когда после проповеди Петра 5000 иудеев покаялись, они спрашивали, мужи, братья, что делать нам, каково дело наше? Мы приходим к Богу и пытаемся понять, что дальше? И Бог ведет нас дальше в свое слово, дальше в молитву, дальше в служение, дальше в том, чтобы мы были в собрании. Но какова цель? А зачем нам все это делать? Это важные вещи, я не говорю о том, что их не нужно делать. Нужно! Но для чего? Зачем мне смиряться? Зачем мне изменяться, совершенствоваться? Я хочу сделать некоторое заявление, друзья. Возможно, оно покажется вам таким серьезным. Вот все эти вещи, которые я перечислил, все эти дела, которые важные дела, они не являются целью. Они, знаете, они инструменты для того, чтобы мы с вами достигали цели. Какова же тогда цель? Возникает вопрос. А цель в том, чтобы я познавал Бога. А цель в том, чтобы я узнавал Его святую волю и совершал ее. И еще есть одна цель, друзья, у нас. Это изменение нашего характера. Покуда через меня не отобразится Христос. Послание Галатам 4,19. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Сегодня я хочу размышлять с вами, ставить вопросы и пытаться найти на них ответы. Зачем нам изменять свой характер и преображаться в образ Христов? Знаете, братья и сестры, вот мы иногда видим дар в человеке, развитый дар. Ну, нам нравится. Мы оцениваем дар. Знаете, мы и человека оцениваем тоже. И нам кажется, что раз дар работает, ну, тогда и с человеком как бы все нормально. А знаете, а оно не всегда так. Знаете, мы еще как-то вот друг друга можем ввести в заблуждение, как-то пыль бросить в глаза, но, знаете, Богом не обманем. Потому что Бог смотрит на сердце. Потому что Бог оценивает и внешнее, и внутреннее. И Он видит мотивы, истинные мотивы, по которым мы делаем то или другое. Псалом 44,14. Вся слава дочери царя внутри, одежда ее шита золотом. Известный русский писатель Антон Павлович Чехов в одном из своих произведений дядя Ваня сказал слова через своего одного из героев «В человеке все должно быть прекрасно. И лицо, и одежда, и душа, и мысли». Иными словами, нам важно не только изменяться внешне, но и изменяться внутри. Когда Иисус ходил по земле, была такая партия религиозная, очень такая сильная фарисея. И многие, многие знают, они делали очень много религиозных дел. И они делали много хороших дел. Сам Господь сказал, когда они вам говорят что-то делать, делайте. Но знаете, вот их характер и близко не был к тому, что ожидал от них Господь. «Именно о таких людях говорил пророк Исаия. Этот народ приближается ко мне устами и языком своим чтит меня. Сердце же его далеко отстоит от меня. И благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих». Фарисеи делали очень много хороших нужных дел, религиозных дел, но хороших. Только, знаете, делали это напоказ. Чтобы все это видели. Много морились, часто постились, ревностно соблюдали даже небольшие предписания. И при всем при этом в сердце своем прилиплялись к положению, которое они занимали, к власти, которую они имели. И через все это приходила в их жизнь гордость, превозношение, зависть. И в конце они стали Богопротивниками и убили Иисуса. Давайте дадим определение характера и посмотрим на некоторые черты, важные черты характера человека, верующего человека, которые должны быть у нас. Характер – это привычный, устоявшийся в течение жизни тип манера поведения человека в различных ситуациях. Это определенный набор мировоззрений, убеждений, ценностей и привычек. И знаете, вот первая черта, которая ярко бросается в глаза и о которой хочется сказать несколько слов – это терпение. Послание Якова 1.4. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Когда апостол Павел пишет свое первое послание к Коринфинской церкви, в известной 13 главе он дает определение любви. Вся глава посвящена этой теме. И первое качество, которое он говорит – любовь долго терпит. Братья, сестры, вы будете терпеть и долго терпеть только тех, кого вы любите. Развивайте в себе это качество, друзья. Но как это сделать? Как развить в себе терпение? Я думаю, человек развивает терпение через конфликты, через трудные ситуации, которые он проходит. Вы знаете, бывают в жизни такие дни, вот кажется, что все против тебя. Знаете, такая полоса черная сплошная. Родные дома тебя не понимают как-то, конфликты у тебя с ними. Приходишь на работу, там каждый человек, который подходит тебе, как будто хочет уколоть тебя все время или подножку поставить. И везде так. И ты даже не знаешь, почему это происходит с тобой, не знаешь, что делать, как найти выход из всей, вот этой ситуации. Все, что связано с тобой в этот день, это или плохо, или совсем плохо. Хорошо, если такой день один, сложнее, когда их много. Нафанаил однажды, когда услышал о том, что братья нашли Мессию, его имя и Иисус, и он из Назарета, говорит Филиппу такую фразу. Из Назарета может ли быть что-то доброе? Интересно, почему он так сказал? Как вы думаете? Дело в том, что в то время в Назарете жили не благочестивые люди, не знаете, не верующие люди, жили язычники. Они были алчными людьми, они были злыми людьми. Вот представьте, в таком городе рост Иисус Христос до 30 лет. Знаете, многие из нас сегодня вообще бы назвали бы этих людей из Назарета отморозками. А может быть, какое-то более сильное слово нашли для них, но Бог почему-то помещает своего сына, знаете, не в Иерусалим, не в хорошее место, где живут культурные люди, где все по-доброму в любви к друг другу относятся не в среде верующих людей, а именно в Назарете. Вот уже там эти первые годы, первые 30 лет своей жизни Господь наш тренировал свой характер, проходя различные ситуации, живя в этом городе. Потом, когда его били и плетьми выдирали части его тела, и когда его распинали, Иисус не произнес ни одного проклятия на этих людей, которые так поступали с ним. Наоборот, он молился за них, чтобы Бог Отец их простил. Скажите, пожалуйста, где мы с вами сегодня тренируем это качество? На каком тренажере мы развиваем свое терпение? Может быть, сегодня вот эта темная полоса, это твоя жизнь? Отнесись к ней, с пониманием, что, возможно, это Господь тренирует тебя. Второе качество, о котором я хочу говорить, это твердость, бескомпромиссность и смелость. В книге «Исход» в 32-й главе рассказывается история о том, как Моисей был на горе с Богом 40 дней и 40 ночей. А за это время народ внизу развратился, так, что Бог уже послал Моисея. Интересный момент. Моисей до того, как Бог призвал его 40 лет в Мадиамской пустыне закалял свой характер. А Аарон же в это время жил в Египте, был рабом, никакой такой закалки не проходил. Представьте себе, Моисея нет 40 дней, и люди растерялись, конечно, нет лидера, Бога нет. Где Моисей, куда ушел? Может, погиб? Может, передумал? Может, разочаровался, что вообще нас куда-то ведет и ушел домой. И они приходят к Аарону и говорят ему, сделай нам Бога. Знаете, и Аарон, он испугался, он поддался панике. И знаете, он не то, чтобы остановил этих людей, он, написано, даже попытки не сделал, чтобы развернуть их как-то в другую сторону. Он смолодушничал и пошел на компромисс. Сделал грех. И вот приходит Моисей из горы. Что делает Моисей, когда видит, что народ уже грешит вовсю? Он говорит, кто Господен ко мне? И когда левиты окружили, его сказал, обнажите мечи и идите в народ и поражайте братьев своих и сродников своих. Кто-то может сказать себе сегодня или подумать, что это жестоко. Но я думаю, что у Моисея просто не было другого выхода, как остановить, эту распоясавшуюся, как обуздать эту толпу людей, которые грешат просто. Почему Моисей так отреагировал, а Аарон не так? Потому что Моисей тренировал не только свое тело, он был воином, но и свой характер. Мы знаем, что в свое время Моисей заступился за еврея, убив египтянина. А на следующий день не прошел мимо, не стал равнодушно смотреть, как два еврея обижают друг друга. А позже в Мадиамской пустыне он заступился за девушек, дочерей Мадиамского священника, один перед несколькими мужчинами. Ничего этого в жизни Аарона мы не видим. И, наконец, третье, благочестие, это свойство характера, основанное на почтении Богу. Я хочу очень коротко показать вам благочестие на примере двух первых израильских царей, Саула и Давида. Интересно, что обоих царей избрал Бог. Каждый из них в свое время согрешил перед Богом и ослушался Бога. Но посмотрите, какая разная реакция была у этих людей. Когда пророк Самуил приходит в стан Саула и говорит ему, что Бог забирает царство, смотрите, что делает Саул. Саул говорит, останься, почти меня перед людьми. Какое сумасшествие. Друзья, вот Бог только что сказал тебе, что Он недоволен тобой, что Он разочарован, что Он дал тебе эту ответственность, что Он забирает эту ответственность у тебя. Бог отворачивается от Саула. И что просит Саул? Почти меня перед людьми. Вы знаете, Саул стал царем, но его характер не изменился. Он вот привык перед людьми быть, перед людьми все делать. Давид, когда стал царем, фактически, он остался тем же пастухом, который и был. Просто раньше он об овцах заботился, а теперь о людях. И знаете, вот размер его отары разросся до размеров государства израильского, а внутри, в душе своей, в характере своем, он остался все тем же пастушком. Он заботился о людях, он любил людей, он защищал их, охранял их и любил Бога. И когда к нему приходит пророк Нафан и обличает Давида, что говорит Давид? Согрешил я. О чем просит Давид у Бога? Только Духа твоего не отними от меня. Какая разная реакция двух людей. Почему? Потому что у Давида была его пустыня. Семь лет Бог проводил его через непростые ситуации в жизни. Нет времени долго останавливаться на этом. Друзья, у Саула такой подготовки не было. Есть много еще хороших и важных качеств. Послушание, верность, посвящение, несребролюбие, странно-преемственность. Дорогие, поразмышляйте об этом сами. Нет времени просто на все это открыть, раскрыть. Как человек может менять свой характер? Например, я обнаруживаю в себе что-то, что мне и Богу не нравится. Что мне делать? Понятно, что это процесс, это не делается быстро, но как измениться? Друзья, нам нужно доверять Богу. Во-первых, я хочу вам сказать, что Бог заинтересован, чтобы мы с вами меняли свой характер. Он хочет, чтобы мы менялись. и он ведет нас через особые, иногда очень узкие пути в жизни. Нам нужно позволить ему это с нами делать. Скажите, пожалуйста, кому из вас нравится видеть чудо исцеления? Конечно, это риторический вопрос, вы можете не поднимать руки. Скажите, а кто хочет заболеть смертельной болезнью, чтобы именно на нем Бог явил свою славу? Скажите, вам нравится видеть чудо воскресения? Классно, наверное. А кто хочет умереть? Это вопрос. Мы любим читать о героях веры, знаете, вот читаем эти стихи в Библии, эти целые главы или книги, нам так не нравится это. Мы видим подвиги, мы видим характер, мы видим приключения, мы видим преодоление, мы видим победу, мы вдохновляемся этими историями, мы хотим им подражать. У меня вопрос, а кто хочет пройти такой путь подготовки, который проходили эти люди? Когда кто-то из нас оказывается в трудных, стесненных обстоятельствах, что мы прежде всего хотим? Мы хотим, чтобы они скорее прошли, мы хотим выскочить из них. Очень немногие из нас начинают задумываться, а может быть, это Господь специально помещает меня в такую ситуацию, чтобы через внешнее давление я внутри начал меняться. Послушайте, Бог лепит из нас сосуд, который ему угодно, и ставит нас в печь. Кому из нас нравится быть в огне? Кому нравится проходить пустыню? Дорогие, как именно мы проходим трудности, это и есть экзамен. мы можем проходить эти трудности с верой в Бога, доверяя Ему, что Он все видит, что происходит в моей жизни, контролирует ситуацию, не даст сверх сил, но Он добивается чего-то очень нужного Ему в моем характере, чтобы я изменился не только на уровне головы, а и внутри, в сердце. Знаете, иногда мы срезаем углы, просто не хотим быть верными, тогда трудности могут закончиться, мы можем пойти на компромисс и выйти из ситуации, могу сразу сказать, по опыту своему, она вернется, через какое-то время вы снова будете проходить этот экзамен, пока не сдадите его, пока не изменитесь, чем выше призвание, тем выше, тем серьезнее подготовка. Друзья, даже Иисус нуждался в том, чтобы пойти в пустыню и быть там, что же про нас говорить, некоторые просто, знаете, не выдерживают, они говорят Богу, стоп, вот дальше я так не хочу жить, я дальше с тобой не пройдем. Господь, ты вот мне все дал, что мне было надо, не знаю, кому что там, мужа, жену, детей, деньги, не знаю, бизнес, что там нужно, освободила зависимость, например, каких-то, не знаю, восстановил там что-то, что было развалено мною, все, спасибо, дальше я сам, я как-то понимаю, дальше как жить, вот этого всего мне не надо. Формирование характера Христова в человеке, друзья, это совместный труд Духа Божьего, который ведет нас определенными, только ему известными путями, и человека, который соглашается в послушании идти этим путем. Этот процесс в основном, знаете, контролируют люди, на самом деле, потому что со стороны Бога Бог всегда готов нас поменять, нас куда-то поместить, а вот мы, к сожалению, не всегда. И, наконец, я хотел бы задать вопрос, очень, наверное, важный, ну, а вот зачем это все, почему это так важно для нас, для других людей, характеры, изменения, вот эти все. Я предлагаю снова вернуться к стихам, с которых мы начали, давайте обновимся. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Интересно, что Бог обращается к верующим людям, Он к нам с вами обращается, потому что называть Иисуса Господом могут только христиане. Что еще интересно, апостол Иаков в своем послании говорит, что верующему человеку очень важно совершать дела веры, потому что вера, как и любовь, должны во что-то проявляться, во что-то выливаться. Но эти люди делали такие дела, скажу вам больше, они дела делали такие, которые не мы всегда делаем. Изгоняли бесов, исцеляли людей, делали разные чудеса, пророчествовали, и все это делали именем Иисуса. Конечно, возникает вопрос, что же было не так с этими людьми? Знаете, я вижу ответ во втором, следующем стихе, в 23-м, Иисус говорит, я никогда не знал вас. Интересное выражение Бога, разве Бог может что-то не знать или кого-то не знать. Я думаю, речь идет не о том, что Господь не успел познакомиться с этими людьми, пока они жили на земле. Речь идет о том, что Он не согласился с теми мотивами, с теми целями, с теми причинами, которые толкали этих людей на определенные дела, которые они делали. мы поднимаемся на гору с Богом в дни. Знаете, чем выше мы идем, чем ближе мы приближаемся к Господу, тем сильнее нам необходима святость и чистота. Этот путь к Нему, этот путь возрастания в Боге, мы проходим индивидуально. Вот это и есть мои личные отношения с Отцом. Когда закончится наша земная жизнь, и мы перейдем черту, и мы уйдем в вечность, что мы возьмем с собой, с этой земли? Конечно, у нас останется память, конечно, мы будем способны на какие-то эмоции, но прежде всего мы возьмем то, что внутри нас, наш характер. Вот почему так важно, чтобы характер был облавлен, чтобы мы научились преображаться в образ Христов. Дорогие, я бесконечно благодарен моим учителям и служителям, которые вкладывались в меня и продолжают вкладываться все эти годы, которые наблюдают за мной, смотрят, имеют доступ моему сердцу говорить в мою жизнь тогда, тогда они посчитают нужным. Знаете, чтобы как-то поправить меня, чтобы не сносило меня. Я честно молюсь, чтобы Бог помог мне, знаете, вот принимать это все. Спасибо вам большое, я благодарен каждому из вас, это означает для меня, по крайней мере, что вы не безразличны ко мне, и у вас есть дело до меня. Хочу рассказать очень короткую историю. Это было много лет назад уже. Я буквально там пару месяцев был, наверное, как покаянный человек, я был в церкви, и меня попросили прийти в служение отдела духовных материалов, я пришел, там нужна была помощь, и я остался. Знаете, так бывает, ты приходишь куда-то, остаешься, помогаешь, и служитель, знаете, он служитель сказал, ответственный за это служение, сказал мне, ты пока не можешь вот служить за столами, там литературу выдавать, значит, вот эти ценнички, значит, оформлять, там делов-то не так много написать название произведения автора стоимостью, ну, вот пока ты не можешь. Знаете, это было вот раз в воскресенье, там, второй, я не помню на каком по счету, я как-то закипел внутри, у меня все внутри как-то закипело, ну, в чем проблема-то, что там сложного. А я благодарен этому служителю, друзья, что он проявил принципиальность в вопросе, потому что первый урок, который нужно выучить каждому человеку, когда он начинает идти свой путь с Богом, называется смирение и кротость. Вы знаете, вот эта вот гордость внутри, она сломаться должна. И слава Богу заслужителей, которые, знаете, проводят эти линии в жизни нашей, показывая, что в Царстве Божьем есть порядок. И какой бы ты там ни был умный, хороший, прекрасный, ты должен этот порядок знать и соблюдать. Я остался, я прошел эту ситуацию, слава Богу, я смирился, знаете, и потом очень много и сильно был благословен через это служение и через этого служителя. Хочу вам показать одну историю в Библии. В 22 главе Евангелия от Матфея вот с 1 по 14 стих Иисус рассказывает притчу о том, что Царство Божие подобно царю, который вот собрал пир большой и званых позвал, ну, потом они оказались недостойными, вы все, наверное, помните эту притчу, не будем сейчас долго на ней стоять, но давайте посмотрим на три стиха вот из этой всей истории. С 11 стиха я прочитаю. Там есть очень интересный момент. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. В 11 и 12 стихе мы видим, что среди пира праздника вдруг оказался человек одетый не в то одеяние. Знаете, брачная одежда это одежда светлого белого цвета почему невесты всегда, когда выходят замуж, они одевают платье такого цвета, потому что это цвет непорочности, святости, чистоты. Откровение Иоанна 19,7-8 Возрадуемся и возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца и жена его приготовила себя и дано было ей облечься в весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых. Интересно, почему этот человек был не в брачной, не в этой праздничной особенной одежде? Одно из толкований этой притчи состоит в том, что в те времена, когда Иисус ее рассказывал, цари действительно собирали пиры, и они приглашали разных людей на этот пир. Но так как люди приходили из разных мест и были, которые приходили издалека, их одежда могла попортиться в пути. Поэтому на таких пирах выдавалось красивое царское одеяние. Но иногда эта одежда была не только красивой, она была еще и одинаковой для всех. Потому что были такие праздники, на которые царь приглашал людей с разных сословий. И люди, конечно, приходили в разной одежде, в разного качества одежды, в разной по чистоте одежды. И чтобы им, знаете, чтобы им неловко не было, чтобы они просто радовались и веселились, эта одежда была одинаковая для всех. Знаете, мы так к Богу приходим. Каждый со своей одежды. Разной по чистоте, да. Но пророк Исаия говорит, что вся наша праведность все равно как запачканная одежда. Поэтому Иисус выдает нам свою Его одежду, Его праведности. Только в этой одежде мы можем быть на перу у Агонса. Что же произошло с этим человеком? Когда я размышлял об этом, вот какому выводу я пришел. А он не захотел быть как все. знаете, вот эта одежда, может быть он даже одел ее, она мешала ему, она была ему неудобной, ему было в этой одежде некомфортно. Что-то внутри горело у этого человека. Царь, посмотри, у меня есть моя одежда, моя праведность. Она тоже неплохая. Знаете, есть такие люди и в церкви, к сожалению. И сейчас такие есть. Хочу сказать, что их видно. Знаете, они не могут, не могут быть как все. Вот сама эта мысль как все, она вызывает какое-то противление у них. Один служитель недавно сказал мне, знаешь, они не могут строем ходить как все. Из пороков нашего сердца Бог больше всего ненавидит гордость. Знаете, вот написано, Бог гордым противится. Какие бы дела ты ни делал, вот какие бы чудеса ты ни творил, если ты внутри гордый человек, Бог будет тебе противиться. Бог будет твоим противником. Овцы не могут жить отдельно. Они могут жить в стаде только. А вот козлы, они как-то сторонятся всегда. Я с вами, да, я с вами, братья, сестры, но я немного сбоку. У меня свой путь, у меня свое понимание. Вот эта история с этим человеком, который был одет не в брачную одежду, или вернее финал этой истории. Он показывает всем нам, как важно иметь измененный характер. Если мы смотрим вот с этой перспективы, с перспективы, с каким характером я войду в вечность, вы знаете, мы тогда очень многие дела свои и вообще жизнь свою оцениваем по-другому. Уже не так сильно важно, сколько денег у меня есть, на какой работе я работаю, на каком автомобиле езжу, в каком доме живу, а какая разница? Если это нисколько не приближает меня к вечности, если это нисколько не помогает мне обрести или сохранить спасение, вы знаете, мы все хотим жить в общем-то хорошо, но вот Иисус сказал, что жизнь человека не зависит от богатства его имения. Я как-то сейчас лучше понимаю эту фразу. Знаешь, если ты стремишься к земному, к этим материальным благам, послушай, ну, они сгорят все, они в вечности не будут иметь никакого значения. Обеспеченный, богатый человек, он проходит свои пути, ему точно так же, как и тебе, и мне, нужно изменять свой характер, чтобы удержаться. Только богатство, которое у него есть, может ему не помогать, а наоборот мешать ему. Сегодня я воспринимаю трудности не как что-то отрицательное, от которого я хочу как можно скорее избавиться, но сейчас я уже более внимательно смотрю на ситуацию в целом. Может быть, Бог чему-то хочет научить меня, может быть, Бог через что-то хочет провести меня. Может, Бог хочет что-то изменить во мне? Не тратьте время, друзья, на миражи и иллюзии. Они будут иметь значение вечности. Если Господь тебя ведет куда-то, не рассматривай это как еще одну обязанность или еще дополнительную нагрузку к тому, что и так уже у тебя есть. Посмотри на это как на возможность. посмотри на это как на протянутую руку Бога, который говорит, сын мой, пойдем со мной, давай дальше будем меняться, не останавливайся, подними свои глаза с этой земли, подними их, не живи только земными вещами, не мечтай только так мелко, давай будем меняться. Хочу рассказать вам очень короткую историю, не так много времени у меня. когда-то я учился в школе, как многие из нас, наверное. Знаете, в 10-м классе приходил учитель и заставлял просто всех ребят, в том числе и меня, бегать каждое утро 3 километра. Я вам скажу, когда тепло, это нормально, не так уж это и далеко, но вот когда это весь год идет, это бывает непросто. Бывает дождь, бывает грязь, бывает снег, бывает мороз. Знаете, вот многие ребята, они срезали углы, они, знаете, они как-то прятались, изображали, что начинают бегать, потом где-то сидели, потом выбегали и вроде как со всеми вместе. А я с моим другом, а мы терпели. Знаете, мы вот бежали честно, как оно и есть. Каково же было наше удивление, когда весной мы узнали, что впервые за последние годы, а может быть даже десятилетия, в 1980-е девятом году физкультуру сделали обязательным экзаменом в школе. И одним из дисциплинов, которые нужно было сдать, был бег на три километра. Как вы думаете, кто сдал на пять? Это, это пример, понимаете, друзья, это иллюстрация. Не пытайся срезать углы в своей жизни. Вот, будь верен до конца. Иди вот этим путем, который Бог тебе и мне предлагает. Понимаешь, если у нас с тобой не будет этого характера Божьего, который Бог хочет воспитать в нас, вот раньше или там позже, мы пойдем на компромисс со своей совестью или со своей верой и обязательно упадем. Вот хорошо еще, если это все будет на земле и можно будет поменять что-то. Плохо, если это откроется в вечности, когда ничего изменить будет уже нельзя. Друзья, можно совершать многие удивительные чудеса. Можно развить свой дар до высоких высот, и все равно оказаться отступником. Иуда был послан Иисусом среди двенадцати и совершал чудеса и знамения, исцелял людей, изгонял бесов, но из-за своего неизмененного характера потом предал Христа. Иоанн Креститель не совершал таких дел. Однако Иисус называет величайшим из рожденных женщиной человеком. Можно вспоминать других людей, другие примеры. Самая скевы, дети священника Илии. или пророк Палаам. Все эти люди имели определенные дары, определенные призвания в жизни. Но у них не было характера Божьего внутри. Нам очень важно развивать в себе именно характер, друзья. И, наконец, последняя мысль, и мы будем молиться. Скажите, вам нравится быть на свадьбах? Классно, наверное, да? Вот как вы думаете, я, наверное, думаю, такой опыт есть у каждого человека. Как вы думаете, на что обращают люди внимание, когда они на свадьбе? На костюм жениха? На платье невесты? На убранство? На зал, в котором торжество это все происходит? Правда? Конечно, на все это. Знаете, а еще они смотрят на то, вот соответствуют ли люди друг другу жених и невеста. соответствует ли невеста жениху? И сказал Господь Бог, нехорошо бы человеку одному сотворим ему помощника соответственного ему. Единственная Максим . А все ison и даже нехорошо бы это ги и